мясо это самый популярный и пожалуй один из самых спорных продуктов питания здравствуйте меня зовут марина жигульская и на этом канале мы учимся избавляться от диагнозов состоянии и патологии при помощи нутрициологии и сегодня я поделюсь с вами как мясо влияет на наш организм и чтобы разобраться кому надо мясо кому не надо сколько мяса надо досмотрите это видео до конца мы обо всем об этом поговорим начнем пожалуй с того что мясо это источник белка конечно же не только белка потому что это гемовое железо это витамин b12 но давайте остановимся на том что это животный белок который очень нужен нашему организму почему нужен потому что только мясо у нас имеет своем составе незаменимые аминокислоты которые мы не из каких других источников пищи получить не можем они нам очень нужны для того чтобы оставаться здоровым чтобы все биохимические процессы в нашем организме работали исправные как часики и мясо это тот белок который мы можем усвоить практически там на 90 95 процентов в отличие например от растительного белка который усваивается у нас только процентов на 60 65 так вот почему же мясо все-таки спорный продукт почему некоторые люди говорят что мне очень тяжело от мяса от мяса надо отказываться от мяса человек становится агрессивным давайте заглянем желудочно-кишечный тракт и посмотрим как усваивается у нас белок в принципе то есть когда белок попадает в наш организм он должен быть сначала расщеплен у нас во рту то есть мы его должны хорошо проживать потому что наш желудочно-кишечный тракт частности кишечник и клетки кишечника энтероциты которые будут усваивать это эти белки точнее уже расщепленные аминокислоты они не могут усвоить большой кусок мяса им нужны вот эти маленькие молекулы поэтому мы должны его сначала хорошо измельчить чтобы получить из него максимум пользы дальше белок попадает у нас в желудок в желудке есть соляная кислота но в идеале по крайней мере должна быть и вот самая большая проблема из-за чего мясо становится тяжелым продуктом сниженная кислотность желудочного сока соляной кислоты недостаточно что делает соляная кислота вот представьте что белковая молекула это такие спиральки завитушки перекруты всякие смотанные в большой большой такой плотный клубок вот это белковая молекула на этой вот смотанной всякой спиральками там загогули нами нитки есть бусины это аминокислоты так вот нашему кишечнику то есть маленьким маленьким вот этим клеточкам энтероцитом не такие как ворсиночки им нужны аминокислоты и для того чтобы они попали жкт должен усвоить так вот первым это делает соляная кислота она этот белковый клубок как бы надрезает со всех сторон для того чтобы ферменты поджелудочной железы могли растянуть этот клубок на маленькие ниточки эти ниточки это пептиды это цепочка белка где-то с десятью аминокислотами и дальше уже ферменты поджелудочной железы и собственно микробиом нашего кишечника расщепляет ее до аминокислот и вот когда этого всего не происходит то есть мы не мы проживали плохо мясо потом у нас не хватило соляной кислоты в желудке эта белковая молекула не распадается она так и попадает кишечник и вот там начинается процесс гниения и таким образом у нас в кишечнике все вот эти негативные процессы начинают процветать поэтому причина тяжести после мяса не само мясо они работающие наш желудочно-кишечный тракт почему мясо ценный для нас продукт ну во первых давайте посмотрим на это с точки зрения нашей физиологии у нас есть клыки значит мы немножко хищник и у нас есть соски значит мы немножко млекопитающий и поэтому полностью отказываться от мяса я бы не рекомендовала с мясом мы получаем гемовое железо максимально доступное для нашего организма и с мясом мы получаем витамин b12 которого больше всего конечно содержится как раз в мясе если у нас не хватает витамина b12 то ну в принципе о здоровье говорить не приходится потому что это очень важный витамин для нашего организма то есть с мясом мы получаем полноценный белок мы получаем с мясом гемовое железо и мы получаем с мясом витамин b12 и ни из каких других источников и ни из каких других продуктов питания в таком соотношении мы больше эти вещества не получим конечно мы можем подумать что ну я из бадов из добавок дополню все это ну и я скажу вам что да если вы все-таки вегетарианец то конечно да надо добавлять эти добавки в свой рацион обязательно то есть люди которые не могут усваивать мясо именно от них пошли все вот эти мифы про тяжесть мяса и так далее по факту что происходит человек не может расщеплять мясо потому что у него уже не полноценно работает желудочно-кишечный тракт частности у него сначала соляная кислота падает она падает у нас когда мы мало двигаемся когда мы в стрессе когда у нас много углеводов в питании потому что на животный белок больше всего синтезирует соляной кислоты и вот человек не может усваивать мясо понятно что ему будет от него тяжело него будут всякие нехорошие проявления и он делает большую ошибку он переходит на питание полегче салатики супчики какие-то и говорит боже как мне хорошо без мяса у меня прямо такая легкость и это на самом деле какое-то время будет так но потом все-таки он накопит дефициты по незаменимым аминокислотам по железу и по витамину b12 и конечно здоровье вот такое легкое самочувствие недолго его будет радовать поэтому я не рекомендовала бы отказываться от мяса абсолютно и навсегда надо просто научиться его усваивать научиться брать из него максимум пользы теперь давайте перейдем к тому какое мясо все-таки есть здесь на самом деле выбор огромен и вы можете абсолютно любое мясо добавлять свой рацион и когда например нам говорят что крольчатина это лучше чем говядина или там дичь это лучше чем ну какая-то фермерская продукция есть в этом доля правды но мы должны с вами понимать что прежде всего этот продукт из которого мы получаем белок и вместе с этим продуктом например из дичи мы можем получить какие-то личинки например да потому что никто не обрабатывает это мясо но в то же время с фермерской продукции мы можем получить гормоны которыми обкалывают эту говядину и антибиотики которые добавляют в корм для того чтобы корова прибавляла в весе и нормально так за нее получить денег поэтому вот эти моменты надо учитывать а так по сути мясо должно быть разнообразным это может быть крыльчатина это может быть утятина это может быть жирное мясо в том числе это очень хороший источник и жира и белка одновременно и очень хорошим источником также являются субпродукты то есть это все те внутренние органы и птицы или например коровы и до которые мы можем употреблять в пищу можем из нее делать паштеты можем из нее ну то есть вот как-то кто как уже там обрабатывает их и ест это легко усвояемое мясо которое также содержит незаменимые аминокислоты заменимая аминокислоты которые также содержит еще больше гемового железа и еще больше витамина b12 если мы говорим про мясо с точки зрения ну а как же избежать вот нечистого мяса да то скорее всего здесь у нас остается с вами только баранина это то мясо которое доступно абсолютно каждому и в любом наверное регионе можно его найти баранина не питается зерном это само по себе уже плюс бараний жир очень полезен для нашего организма это насыщенные жиры из которых наша гормональная система строит нам стероидные гормоны это хорошее качество нашего желча тока а следовательно это санация кишечника это усвоение жирорастворимых витаминов это увлажненность вашей кожи и слизистых а если слизистые у нас увлажненные упругие гладкие то например мы менее чувствительны к инфекционным заболеваниям потому что любой инфекции надо зацепиться она делает это как раз благодаря тому что слизистая у нас рыхлая слабая ну то есть вот таким образом мы как бы даже улучшаем иммунные защитные реакции своего организма также баранина например она очень сытная и после например приема пищи в котором есть баранина вы долго будете чувствовать сытость и не будет у вас перекусов следовательно вы не будете раскачивать свой инсулин и инсулиновый отклик будет очень хорошим если мы говорим например про курицу это обезжиренные например вот это вот грудка которую все любят есть потому что очень боятся жиров это не самое полноценное мясо из нее вы получите пожалуй только белок ну и плюс конечно как выращивают наших кур потому что когда вы видите вот такую курицу огромного бойлера ну понятно что это курица уже с какими-то присадками выращена и помимо белка вы получите там еще и дополнительных ненужных элементов которые не принесут вам здоровья поэтому не надо сидеть только на курице тем более куриные грудки и конечно же когда мы говорим про белок мы не можем не сказать про коллаген и из мяса мы можем готовить себе источники коллагена потому что коллаген как таковой конечно нужен нашему организму но мы не должны забывать что коллаген это тоже просто аминокислоты определенный состав аминокислот которые из любого белка построить наш организм сам но тем не менее больше всего аминокислот из которых будет строиться наш коллаген содержат хрящи суставы кости сухожилия и поэтому когда мы варим например холодец или костный бульон то это тоже полноценный источник белка именно уже вот в таких пептидных связях которые очень легко усвоить нашему организму поэтому костными бульонами тоже не пренебрегайте по поводу того что красное мясо в нашем рационе надо ограничить здесь может быть это и действительно правда для каких-то людей которые уже имеют состояние патологии например подагра но тем не менее полностью убирать их из рациона не надо потому что именно красное мясо содержит самый широкий спектр витаминов группы b и они очень нужны людям даже тем которые страдают подагрой вот что надо убрать при подагре так это не красное мясо его может быть надо ограничить и оставить себе например раз в неделю и убедиться в том что вы его действительно усваиваете а для этого поработать с возможностями вашего желудочно-кишечного тракта но полностью убирать его не стоит а вот что полностью стоит убрать так это фруктозу и конечно есть несколько таких вещей вот как мясо например которые очень сильно влияют на состояние нашего здоровья и когда мы понимаем какие-то вещи и как они важны конкретно вот для нашего организма то конечно мы можем влиять на состояние своего здоровья на то чтобы вовремя выходить из разных патологий и для этого я записала вам 4 бесплатных видео урока забрать которые вы можете по ссылке в описании к этому видео смотрите их и понимаете что наш организм это единое целое и выдранный из контекста совет например мясо это плохо надо от него срочно отказаться это может быть чревато конкретно для вашего здоровья организма что будет если человек полностью отказывается от мяса но во первых он недополучает этих незаменимых аминокислот из которых строятся все клетки нашего организма все рецепторы например через которые гормоны передают сигнал то есть и по факту накапливаются патологии в организме которые приводят к сбоям и сбои будут там где тонко у вас у кого-то есть генетическая предопределенность да у кого-то есть просто вот слабое место в этом организме есть люди которые долго и упорно будут лечить кожу кожные заболевания всякие а по факту просто незаменимых аминокислот не хватает и организму организма нет сырья из чего это все дело достраивать либо например витамин b12 когда мы дефицитный по витамину b12 то это заболевание например кишечника ну и там уже совсем все грустно потому что вы же понимаете что если заболел кишечник а это то место в котором живет наш иммунитет то самые отдаленные системы и органы будут страдать и витамин b12 это витамин интереса к жизни я бы так сказала потому что без витамина b12 знаете взгляд уже не тот становится когда вот у нас он не учиться не искрится когда мы без интереса к жизни на и поэтому вегетарианцы это зачастую люди такие недобрые я бы сказала ну и конечно же самое главное это без мяса мы получаем анемию и у меня например очень много девочек которые по каким-то причинам решили повегетарианить и потом приходят вот с этими синяками под глазами серой кожей волосы выпадают и говорят что со мной я то хотела оздоровиться а получилось то вон оно как потому что организм у всех разные кто-то дольше продержится кто-то не так долго потому что вот у кого-то через полгода уже начинаются эти проявления недостатка железа вот поэтому мясо это лучший источник железа самое главное его усваивать не чувствовать от него тяжести и получать все эти ништячки которые дает нам разнообразие белка содержащегося в мясных продуктах и помните пожалуйста что мы то что мы едим но не только мы еще то как мы усваиваем то что мы едим и как мы это выводим если это видео было вам полезным обязательно поставьте лайк подпишитесь на наш канал а с вами была марина жигульская